Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Эти евангельские слова лежат в основе творений Дионисия, великого мастера Золотого века русской иконописи. Более 500 лет назад он расписал стены Ферапонтового монастыря на Вологодской земле. В 21 веке фотохудожник Юрий Холдин впервые предложил полное прочтение работ Дионисия. Своей целью он видел раскрытие и сохранение светоносной композиции икон мастера. В Ростове-на-Дону представлена уникальная экспозиция «Свет фресок Дионисия миру» с подробностями Екатерина Рачкова. Краски из природных материалов полтысячелетия назад нанесены на мокрую штукатурку в лучах света, вечернего и дневного фрески, наконец, в первозданном виде, как и задумывал автор, мастер Золотого века иконописи Дионисий. Теперь на фотобумаге в интерпретации фотохудожника Юрия Холдина. Ему было важно донести вот этот, скажем, эффект светоносности, который теплого свечения, который излучают фрески. Икона, фреска — это богословие в красках. Если правильно передавать цвет, то разрушается богословский замысел. Юрий Холдин, трагически погибший в 2007 году, последние 12 лет жизни, посвятил творениям Дионисия. Сначала был поиск. Холдин стремился освободить иконописные образы от теней внешнего мира и при этом соединить с природным солнечным светом, чтобы композиция реализовалась в полной мере и раскрыла свой центр, нетварный свет. В итоге нашел дневное освящение во время кульминации самой литургии, таинства Ихвхаристии, когда храм озаряется солнечным светом. Именно в этот момент фрески открываются в богословской полноте. В этом году фрескам Дионисия исполняется 512 лет. Сквозь столетия до нас дошло 300 работ великого мастера пространственной росписи. А фотохудожник Юрий Холдин, по сути, открыл их мировой культуре. Открыл как фрески, так и культуру восприятия церковного искусства. Снимал фрагменты, находящиеся на недоступной многометровой высоте, и образы, целиком вписанные в пространство храма. Его цель – показать, что фрески Дионисия, собора Рождества Пресвятой Богородицы Феропонтова монастыря, одна большая храмовая икона. Потому как прежде, из-за фрагментарности недолжного освящения, в цикле Дионисия о Пресвятой Богородице некоторые исследователи усматривали смещение центра от Христа к Пречистой. Юрий Холдин в прямом смысле пролил свет на это заблуждение. Ответ – в образе Христа Вседержителя под куполом храма. Свет фресок, он нематериальный, божественной природы. И вот этот естественный свет, он обволакивает образ Христа, и создается ощущение, что он в пределах другого неба, то есть его надмирности. Вот эти вот архангелы в простенках окна, они называются вторые светы в Писании. Он их как бы вписывает, видите, в простенках окна, как лучи, отраженные от света божественного. Иными словами, это не только метод сохранения уникальной иконописи, но и метод адекватного толкования. Ростовская надуна епархия впервые принимает экспозицию свет фресок Дионисия. В настоящее время она постоянно действует в Москве, в храме Христа Спасителя. В Ростов из 300 работ привезли 100. Организаторы и участники называют экспозицию одной из жемчужин выставки «Дон православный». Прибытие сюда этой экспозиции, этой выставки, и участие в рамках выставки «Дон православный», я считаю, что это высококультурное событие. Сам даже монастырь, как мы узнали, люди, которые приезжают туда посмотреть на эти росписи, они не могут увидеть всего того, что представлено на этой экспозиции. Каждая фотография снабжена емким комментарием. Автор текста сама Екатерина Данилова исходила из предмета. Слова из священного писания выражены во фресках. Здесь непривычное музейное описание экспоната, а направленность к самому образу. Духовная реальность, высвеченная наконец открывшимися формой и содержанием. Это говорит о Дионисии, как об истинном богослове, исполняющем песнь в красках, о свете невечернем. И в этом песнопении нет ни одной минорной ноты. Екатерина Рачкова, Андрей Мазиков, телестудия Дон Православный.